В Самаре месячник по благоустройству уже подходит к экватору, чтобы город обрел по-настоящему летний вид. В работе участвуют и сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз», специализирующегося на озеленении города. В Алексеевском питомнике Кенельского района на 40 гектарах в четырех школах, так называют специалисты разновидности зеленых насаждений, растут несколько сотен тысяч хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Самые популярные – сосна, кедр, ели, туя, можжевельник, береза, тополь, ива, клен, каштан, дуб и ясень. Из всего этого многообразия создают также живые изгороди, цветущие и нецветущие композиции. Как только городская администрация сделает заказ на обновление территорий или посадку деревьев и кустарников для озеленения в общественных пространствах и на улицах Самары, в питомнике начинается горячая пора. Мы их выкапываем, привозим на площадку, здесь загружаем, а там на участках муниципальных заказов, там другие рабочие, они высаживают там согласно плану, в один день еще не вывезешь. Там есть план, допустим, когда, сколько, сегодня, на другой день опять заказ, и так постепенно, пока весь контракт не сделаем. Первую посадку по восстановительному озеленению планируют на Воронежских озерах, несколько десятков деревьев, сосна, липа, рябина и около трех тысяч кустарника кизильника. Следующий экологический десант высадится в парке Молодежный. Там свое место займут почти 180 деревьев, сосна, липа, каштан, можжевельник и более 1700 кустов кизильника. В сквере 30-летие Победы посадят более 800 кустов роз и 900 кизильника на других городских объектах. В Ерикпарке появятся хвойные деревья и кустарники. В общей сложности более двух тысяч растений. У нас служба есть такая, которая занимается этим. Участок, который занимается обрезкой. И они смотрят уже, начинают обрезку, если там поражение ствола или сухостойные деревья. Вот эти все приходится нам вырезать, вырубать. Аварийные деревья. Основной массив местных зеленых насаждений высокого качества. Они максимально адаптированы к климатическим условиям. Высадка на городских территориях будет активно вестись после майских праздников. И закончится эта работа в конце сентября. После высадки растений за ними продолжат ухаживать сотрудники спецремстройзеленхоза. При этом каждый год в Алексеевском питомнике высаживают новые растения, чтобы запас для озеленения города не иссякал. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.